Свой рабочий день водители Метанов начали с акции протеста. Шоферы недовольны резким повышением суммы, которую они должны собирать в течение дня. По их словам, ежедневно выполнять план, привозя 6500 рублей, невозможно. Кроме того, водителям урезали заработную плату. Сегодня он нас преднамерно не выписал на линию. Якобы нету страховых полисов. А страховые полиса уже три месяца как посроченные. 6500 рублей собрать на этом автобусе по городу Махачкала вообще нереально. Потому что кроме нас там работают и Нексы, и частники, и троллейбусы, и ленингенские автобусы. На каждой остановке будут конкуренты. В ходе нашей беседы с руководством мы никак не достигаем компромисса, диалога. Пока водители и автопарк не могут найти компромисс, страдают простые люди. Отсутствие метанов на дорогах ударит по карману горожан. Этот вид транспорта соединяет Махачкалу с Каспийском и пригородными поселками. Стоимость проезда всего лишь 15 рублей. Автобусы удобные и всегда были востребованы. В день они перевозят порядка 15 тысяч пассажиров. Основным бывает большинство родителей с детьми. Мы за это даже не спрашиваем, почему дети не платят. Молча мать платит за себя. Инвалиды. Инвалиды. Великое общество войны это ясно. Это единицы остались. Мы на них, когда удостоверение они покажут, мы даже на это не смотрим. И бывают некоторые, пенсионные удостоверение показывают и уходят тоже. И на это тоже внимания не обращаем. Кто отдал, сегодня 10 отдал, завтра 11 отдал. Бывает 6 рублей дают, тоже уходят люди. Бывает, которые вообще не дают, тоже уходят люди. Со слов водителей, автопарк находится под угрозой ликвидации. Из 60 автобусов работают только 20. Уже несколько лет у организации имеется крупная финансовая задолженность. Предыдущее и нынешнее руководство добиваются признания предприятия банкротом. Мнение коллектива, получается, это предприятие хотят закрыть. Ликвидировать? Ликвидировать. Ну, почему? Здесь получается 10 гектаров земля, какое-то имущество принадлежит. То есть, получается, через арбитражный суд предприятие признано банкротом и будет продажа через аукцион. А как через аукцион продаются, всем все понятно. Получается, она оценивается 100 рублей, а за углом дают 900 рублей. И мимо налога, мимо государственной казны вот так все уходит. Рассказать о проблеме публично – это на сегодня единственный выход для сотрудников. Водители признаются – терпят уже долго. И в случае, если проблема не решится в ближайшее время, они планируют выйти на площадь, чтобы отстаивать свои права. По этому поводу мы раньше обращались к президенту Российской Федерации, к генеральной прокуратуре Российской Федерации, Васильеву, нашему республиканскому прокуратуре, трудовой инспекции. Все считают, что мы правы, однако решительных мер никто не принимает. Десять лет работал в Москве на автобусе. Я такого еще не видел. Интереса нет никакого правительству. Никакого интереса нет. Весь автобусный город стоит здесь. Люди не знают, как уехать, как ехать на работу, в школу, учиться туда-сюда. И никакого интереса нет. Они стоят сейчас на остановках, стоят люди. Почему не пришли сюда, не узнавали, почему они стоят, почему они не выехали. Им никакого интереса нет здесь. Интерес был бы, они пришли бы сюда. Вот что я хочу сказать.